Где же радость? Вот вопрос, на который нужно дать ответ. И прежде чем мы пойдем дальше, я бы попросил Лоис прочитать из книги пророка Исаии, 58 глава, стихи 13-14. Там задан этот вопрос и дан ответ. И нам нужен не просто досуг, нам нужна радость. То, что на самом деле приносит удовольствие Божьему народу. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают на меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смеряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкою рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Разделись голодным хлеб твой из скитающихся бедных, веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, «Вот я». Когда ты удалишь из среды твое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полудень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во все время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водой у сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от радую святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Мы прочитали слова Писания о людях, которые вроде как соблюдали субботу, а именно они выделили день, который должен быть свят для Бога, но все их соблюдение было внешним, одни лишь обряды, и они даже постились, и они думали, что такое соблюдение субботы принесет им радость, но что еще хуже, они угождали себе и притесняли других, они забыли о бедных, они проходили мимо них, не замечали их нужды, не заботились о бедных. И опять же, они думали, что одно лишь внешнее соблюдение принесет им радость. И все их поведение можно суммировать в трех фразах. Если вы продолжите поступать по-своему, если вы... И смотрите, дальше говорится, как можно светить субботу. Вместо того, чтобы исполнять волю свою, они исполняли волю свою, угождали себе и притесняли бедных. И Бог говорит, если не будешь угождать своей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Другими словами, не делай просто вид, что ты соблюдаешь заповеди, а сам притесняешь других, но искренне находи радость в Господе. Не просто в проведении досуга, который приносит лишь частичное удовлетворение, и не даст вам испытать глубокой радости, которая вам так необходима. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, вот это необходимо помнить, когда речь идет о субботе, что необходимо делать или не делать в своей жизни, то будешь иметь радость в Господе, но это только тогда, если вы прекратите поступать по-своему, исполнять свои прихоти, жить для себя, тогда вы найдете радость в Господе, «И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Вот давайте рассмотрим эти три аспекта. Что же не самое лучшее? Жизнь в угоду себе – это не самое лучшее. Приоритет собственных желаний, пустословия – это все не самое лучшее. Если почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, будешь иметь радость в Господе. И ключевой момент здесь вот какой. Если вы оставляете то, что доставляет меньшую радость, ради того, что приносит истинную радость, что угождает Богу, если вы соблюдаете субботу так, как этого ожидает Бог, имейте поистине субботний покой. Итак, жизнь в угоду себе. Что же это такое? Кто-то называет это свободой, но что же такое свобода? Мы не хотим быть рабами, не хотим быть зависимыми, будь то от людей, от дьявола или кого-либо еще. Свобода – это нечто хорошее. Но о какой же свободе здесь идет речь? Свобода от чего? Пытаемся ли мы освободиться от Бога? Свобода от кого? Может, мы сбились с правильного направления? В книге Исаии мы часто читаем о том, что народ израильский сбился с правильного пути, и много стихов об этом говорят. Исаия 3, 12 «Вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Исаия 9, 16 «И вожди сего народа ведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Исаия 53 глава «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия обращается к людям, которые заблудились, сбились пути. Когда-то это очевидно, а в других случаях люди лишь делают вид, что исполняют повеление Божье и соблюдают субботу, но если разобраться, они живут в угоду себе, исполняют свои прихоти, занимаются пустословием, и это совсем не то, что угодно Богу. Жизнь в угоду себе. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других, то есть вас совсем не беспокоит, каково это другим людям. Вы исполняете волю вашу, и вам не важно, причиняете вы кому-то боль или нет. Вот вы поститесь для ссор и распри. Вы говорите, если я пожертвую тем, что откажусь от еды, то Бог даст мне счастье. Но нет. Все гораздо серьезнее, чем просто поверхностное исполнение. У вас будут споры и распри. И сколько раз подобное происходило в церквах? Появлялись распри? И из-за того ли, что все хотели искренне угодить Богу, просто появлялись люди, которые хотели поступить по своей воле, по-своему угодить себе, которые преследуют свои цели? Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Существует много традиций, какие-то очень строгие. Каждый должен читать Библию каждый день. Но тот же самый человек, который призывает всех читать Библию каждый день, может быть груб, обижать словами, сплетничать, доставлять людям сложности, трудности. Вы должны свидетельствовать, но тот же человек, который к этому призывает, груб со своими родителями, с детьми, все это, жизнь в угоду себе, может обокрасть вас от той радости, которую Божий покой дает. Вначале все так привлекательно. Жизнь в угоду себе. Но в итоге вы теряете все. Вы теряете ту радость, которую может даровать Божий покой, которую может даровать присутствие Отца. Да, пустословие. Мы постоянно про что-то говорим, говорим, говорим. Слишком много пустых разговоров. Вот представьте, если вы не знаете ангелийского языка, и вы слышите, как разговаривают американцы, то вы не имеете никакого понятия, о чем они говорят. Так? И для всех нас, если мы слышим язык, которого не знаем, для нас это просто набор звуков. И это трудно даже назвать разговором. Это просто какой-то шум. Порой наши разговоры действительно пустые. Они не имеют смысла, ни к чему хорошему не ведут. И можно отметить, что после богослужения в церквах, во многих странах, в нашей стране, можно услышать разговоры, которые никакого отношения не имеют к служению, к проповеди, не имеют никакого отношения к Богу, к Иисусу. Обычно они посвящены тем вопросам, которые не приносят удовлетворения. Об этом можно говорить, но это не то, что приносит радость. Поэтому пустые разговоры, пустословие, от которого так мало пользы, в итоге может лишить вас истинной радости. Пустословие — это разговоры, когда говорящие забывают, что Бог существует, что Он рядом, что Он слышит. И зачастую все это в итоге приводит к материализму. Может, все начинается достаточно невинно, но поднимаются ли наши разговоры выше материализма, когда мы перестаем говорить о том, что мы покупаем, ремонтируем, или, быть может, речь идет о гуманизме, о людях, когда люди становятся настолько в центре нашего внимания, что мы забываем о Боге и перестаем обречаться к Нему в молитве, пустые разговоры, пустословие. Все эти разговоры можно назвать мирскими разговорами, в которых Бог отсутствует. И люди, которые слышат такие разговоры от нас, никогда не догадаются, что мы верующие люди, что мы знаем Бога. Мы не свидетельствуем о Нем своими словами, не говорим о Его присутствии в нашей жизни. Жизнь в угоду себе, исполнение собственных прихотей, пустословия – это все не самое лучшее. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com ищите нас в поисковых системах. Продолжение следует... Продолжение следует...